К столетию государственного цирка России Я подготовил цикл фильмов, посвященных наиболее ярким событиям второй половины XX века. Это были истории о режиссерах, о деятелях цирка, таких как Борзилович, Борзиан, о режиссерах Местечки, Мишахети, Гнеушеве, Головкова. Это были фильмы и о лучших спектаклях золотого века советского цирка, цирки на ду, цирки на воде, в Ощесарайском фонтане и прочих. Этот цикл фильмов, в принципе, охватывал большой период с самого лучшего времени советского цирка. Недавно, пересматривая его, я вдруг обнаружил, что в этом цикле нет, не освещены очень долги и очень яркие и важные имена нашего цирка. Сегодняшний фильм рассказывает об актере, который завоевал право называться в настоящее время артистом номер один российского государственного цирка. Речь идет о народном артисте Российской Федерации, лауреате всех существующих в мире конкурсов. Онтекарло, золото, серебро, в Китае дважды, в Италии, прочего, по всему миру. Речь идет о Вячеславе Казимировиче Чернигевске. Родился в Москве в самой простой семье, в которой папа работал на заводе, и мама работала главным технологом. Назывался завод Почтовый ящик на МОЗ-31. Это по Дмитровскому шоссе, сейчас я скажу место, это сейчас, я даже не знаю, как, недалеко, где-то километров 5 от станции Леонозова. Мама главным технологом была, тоже на этом же заводе, папа был мастер, там делали, по-моему, там делали... Оборонку? Да, точно не знаю, почему, я объясню. В 1939 году, когда расстреляли моего дедушку, его уже расстреляли, и, значит, вся семья, старший брат получил 10 лет, старшая сестра получала 10 лет. За то, что они были самые старшие в этой семье, в 1939 году, он приехал по Коминтерну из Польши. Да, чистый поляк, и мама Естриженская, да, тоже чистая полячка. Они были поляки, они приехали из Польши, и он начал, работал на железной дороге, все было хорошо. Он инженер, строитель железных дорог. Самое необходимое, это были что? Железные дороги, потому что гражданская война закончилась, и нужно было строить железные дороги. Тем более, занимался этим, я не знаю, в это время Дзержинский он занимался, и не занимался этим. Все было замечательно, моя бабушка была учительницей, она была учительницей, это тогда, по тем временам, это были очень образованные люди. Семья была большая, семья была большая, там было семь человек. Мой папа нет, мой папа был, сейчас скажу, четвертый. Жили они, они приехали, значит, они жили в Москве, начали работать в Москве, мой дед начал работать, а потом они переехали в город Киров, потому что там нужно было строить что-то, направление какое-то разное, в разные города и прочее. И он там поднимал тоже. А потом опять вернулся в Москву, но потом папа, да, ушел в армию и на войне вступил в партию, там он дал ему ордена, у него есть вот за два ордена Красной Звезды. А что-то вот дальше папа он тебе не говорил? Нет, нет, никогда не говорил. Вот никого ты не знал, когда корни? Нет, нет, вот Костя начал заниматься этим, хотел найти родственников в Польше, в дальних, он начал, но он не успел, потому что он слишком поздно начал этим заниматься. Надо было, он, как он говорит, я нашел одного Черменевского, который художник, известный художник в Польше, надо было как циапсизацию узнать корни и прочее. Слава, ты же во сколько себя помнишь в детстве? Вот со скольки, потому что я помню сейчас двух лет. Я вспоминаю моменты какие-то, я же не вспоминаю все, все вот, прям вот по порядку жизнь, там 9 лет, 10 лет, 11, нет. Какое висело у нас радио? Да, черное. Черненькое, да. И вдруг по этому радио говорят, умер Сталин. Мне было пять лет. И я помню почему, я объясню, потому что это было, мои родители, то есть и папа, и мама, они, ну папа-то не очень, а вот мама заплакала, бабушка зарыдала, сказала. Плакала все странно. Да, вот и все соседи стучались и говорили, вы знаете, да, знаете Сталин. На кого нас оставили? Да, все. В школу помню, помню, бабушка сказал, иди записываться в школу. В Москве школы, да? Да, в Москве, да. А я пошел, записался в школу, пришел, встал, нас там вот так построили, и фамилия такой-то. Значит, 1 сентября придешь в школу, это форму скажи родителям, чтобы купили. Ну учебники тогда выдавали. Да. А вот форму надо было купить. Да. Мои родители тогда мне купили форму, это я все помню очень даже хорошо. Вот этот тренер, ну он не тренер, он артист. Ну да. Он сказал моим родителям, он сказал, можно, чтобы пришел папа или мама, ко мне хочу поговорить. Я говорю, да, нужно. Пришла моя мама, и он мне говорит, вы знаете, что в этом году будет набор в цирковую училищину. В каком классе учится сын? Я говорю, она говорит, с пятого. Он говорит, ну там, с 4-го класса. Но вообще, вы знаете, что, пусть попробует поступить. Такой парень способный, но то, что я не могу ему дать, например, того, что даст цирковое училище. Понимаете, там совсем другой уровень. Тем более, почему он это сказал, потому что он был артистом. Если бы он был просто спортсменом, он бы готовил нас, ну, спортивным соревнованиям и прочее. А он был артистом. И он посоветовал моей маме. Мама говорит, все, мы, значит, едем и отвезем сына. У нас был москвич старый. А-а-а. Ну, 201-й. Или 401-й. Да-да-да, да-да, маленький. И мы поехали в цирковое училище. В каком был напряжении, что какие там артистические... Я не думал об этом. Я думал, вот встал вот так и стоял, и думал. Мне говорят, сделайте переворот, я делаю переворот. Я делаю колесо, я делаю колесо, я делаю колесо. Я делаю, встаньте в стойку, я встал в стойку. Что самое сложное будет? Ну, я взял два фляка, прыгнул. Ну, хорошо, говорят, идите, все. Больше ничего не сказали. А потом повесили список. В гимнастике нас учили, значит, на кольцах. Мы сдавали программу, была программа, да. Плюс на трапеции. Мы сдавали трапецию и кольца. Это было обязанно. То есть это мы делали все. Плюс сидели педагоги и ставили свою оценку за исполнение каких-то элементов. Жонглирование тоже. Мы должны сдавали четыре булавы. А в меня не требовалось там пять булав кидать. Потому что я не шел в жонглиру. Мне нравилась акробатика. Кидал четыре булава. Обязательно шесть булав перекидку. Да, семь булав перекидку кидали. Ну и выбирали как? Например, ты, слушай, хороший жонглиров. А я посредством. Давай семь булав. Но я с тобой. Норматив, да, я вспомню, он был не какой-то запредельный. Сейчас я скажу, в каком году. В каком году? Когда сел в Волошин, Александр Мартьянович хотел посмотреть, что ему сказали, знаете, что очень интересные ребята, вот на этом, которых мы детей набрали. Вот посмотрите, что мы сделали за три года. Это был, сейчас скажу, восьмой класс. Посмотрите, это же на квадратном манеже. Еще на тот манеж нас... Не пускали? Нет. Еще рано. Вот пускали тогда, когда мы начинали делать номера. Вот тогда нас перебрасывали на другой манеж. Это было сначала, чтобы тебя педагог взял. Он же отбирал, Мандыч отбирал. Там еще часть педагога, когда Виктор Игорьич Плинер. Нас построили всех, и он отобрал. Раз, два, три, четыре. Сказал, что вот этих ребят я беру и буду делать. И то, что мы ему показали, он был в шоке. Это, это, он сказал, что это, это что-то невероятное. Олимпийский Володька сделал арабское колесо, два арабских. Это, или там, например, Володька делал так, Михайлов Юра прыгнул. Рандат, фляг, бланш, сальто. Бланш и потом сальто. То есть двойной, два с бланш. Ух ты, ух ты. Как это? Князьев Володька прыгнул рандат, значит, задний, полпровода передний. Брали только москвичей. Только москвичей. Ты должен был сдать норматив, который устанавливали. Такой же точный экзамен, как по общеобразовательным предметам. То есть было, там написано, что необходимо сделать в том или ином виде. Там, в жанре, я имею в виду. Я хотел сказать, в виде спорта. В жанре. Вот. А гимнастика, акробатика, проволока, ты должен все это был сдать. И тогда определяли, в каком все-таки ты в жанре будешь работать. Восемь выходили в пять, в шесть вечера. То есть нагрузки были фантастические. Не все же ребята выдержали. Утром только приходили восемь. Мы же ездили, ребята у нас ездили из Подмосковья. Сразу первым начинался у нас класс. Клавдия Ивановна нас вот гоняла полтора часа. Два. Два. Она объединяла два. Два урока. И говорила, ребята, не будем делать 15 минут перерыв. Полтора часа, и вы свободны. Потом. Потом шли или на гимнастику, или на акробатику. В зависимости от того, как расписано там было. А потом шел на урок по тематике. Самый интересный был урок музыкальное образование. То есть была музыкальная грамота. По-моему, музыкальная грамота. Или музыкальная литература. Вот я сейчас не помню. Там, где ставили пластинку, и мы слушали музыку. И потом мы должны были сдавать, когда нам ставили вот это. И нам говорили, что вот вы сейчас прослушайте, и вы скажете. Автор там этой музыки. Мы, значит, все сидят и говорят, скажите кто-то, не помню кто из ребят. Скажите, пожалуйста, а с закрытыми глазами можно слушать музыку? Она говорит, ну, конечно, музыка это... А женщина замечательная. Она, ну, мне кажется, что она понимала нас, детей, что... Она говорит, конечно, можно. Все закрывали глаза. Потом она говорила, урок окончен. И никто не встает. Мы вставали ужасно. Обед. Мы бежали после душа. Был комбинат «Правда». Я не знаю, осталась ли там вот эта столовая, которая была для комбината «Правда». Она была очень хорошей столовой. Буфет у нас был в училище. Ну, он был такой, давала маме деньги, и мы шли туда. Бежали после душа, когда мы добегали до этой столовой. А мы же после душа бежали. Не успевали одеваться или не хотели одеваться. У нас волосы были сосульки. Сосульки висели на голове. Мы предпринимали, они оттаивали в этой столовой. Образование фантастическое. Просто. То такое образование, которое получили мы вот в детской группе... Ну, я не знаю, кто может получить. Вот смотри, Саш. Вот смотри. Мы изучаем истории цирка, истории зарубежного цирка, истории театра, истории зарубежного театра, музыкальная литература, музыкальная гранта, истории изобразительного искусства. Если ты в одном предмете не успел, это чреватое. То есть, или тебя могут отчислить, или ты должен пересдать обязательно. Мы на Халтуры не ездили. Мы работали... Все елки, которые были... Мы все елки работали, все елочные... 7 лет. 7 лет, я же 7 лет ездила. Последняя елка в Кремлевском зале, Георгиевском зале Тогда нас еще приглашали Я работал в колонном зале и работал во всех дворцах спорта Так учился Коля Скверский Кстати, он был хороший акробат У Вольного Володи он работал, у них был батутик, подкидная доска И Коля хороший прыгун, хороший акробат Женя Беляур, я считаю, что это не то, что нужно Я считаю, что это просто необходимо Из этого будущего цирка не может быть Потому что готовить сейчас артистов цирка Цирка надо уже не с 8 класса, а с 4-5 класса Хотя принимать цирковое училище Хотя можно и по-другому сделать Можно организовать таким образом, чтобы детей готовить Там с 7 лет, с 8 лет Я бы как, я бы сделал Спокойно С 7 лет С 7 лет они занимались бы, они бы учились в школе Как я учился Общие образовательные предметы и специальные предметы И вот те, кто хотят потом стать артистами цирка, они выбирают Они закончили школу и получили образование артиста цирка Хочет он быть артистом цирка, он уже будет Акробатика, гимнастика, эквилибра, проволока, жонглирование Для того, чтобы потом я мог сам Выбрать Да, сказать, знаете, что все-таки мне хочется быть вот в этом В 67 году я работал с Ингибаром В училище, да Мы поехали в Донецк, был праздник Посвященный шахтерам Мы там отработали на стадионе Но мы там ничего сложного не тихо И просто прыгали А после него, после Донецка У нас, значит, был город Ялта Мы приехали в Ялту И там был Ингибар У нас был номер прогулные столы Мы два номера работали И он подошел, говорит Это как раз вот мы стояли за кулисами Он подходит и говорит Ребята, вы устаете? Да? Давай я вам разобью Сделаю кусочек, чтобы на улыбочке Для того, чтобы вы успели передохнуть Потому что тяжело, говорит Жара И тогда же никаких кондиционеров Ялты Звезда Он после каждого номера делал две репризы Работал, всего было в программе Семь номеров И Ингибаров К нему каждый день приходили разные актеры Там же дом актера В Ялте Леня вел их там на той стороне Стекляшечка в Ялте Через мостик И Леня их там собирал И после представления И для него было все это открыто И они садились И там все-все для них было Для этих актеров Платил Леня Мы пришли Аван спросить Говорю, вы знаете, мы приехали Денег у нас нет Можно авансик? Она говорит Ну сколько вы хотите Они мне сказали Я не помню, сколько По 20 рублей Она говорит Ну можно, конечно Какие? Да, 2 рублей по 20 Можно, можно Я вас понимаю, ребята У нас, говорит Позавчера Леонид Янгибаров Взял 300 рублей А сегодня пришел Говорит Дайте денег Дея Блиннера Он сказал Говорит Вы знаете, что Я хочу сделать Вот такой номер Но давайте Говорите так Это будут вот такие Как ступенечки Но не бочки Которые прыгали Он говорит Нет, нет Ну это Я хочу, чтобы По этим ступенькам Были какие-то комбинации Вы сделали Какие-то пирамиды Ну подумайте сами И больше всех идей Предлагал я И Виктор Львович Как-то Ну я не знаю По этому, наверное Я так думаю Он как-то ко мне Относился особенно Хотя руководителем Когда мы выпустили Был не я А кто? Был мой близкий друг Коля Ерёнов Там произошла такая вещь Что Марк Сламонович Мистичкин В 72-м Да, в 72-м Годов Включил Наш номер Мы там на ревизионном Были И мы должны были начать Уже И мы отработали И Марк Сламонович Мистичкин сказал Вернее Я попросил Марка Сламоновича Мистичкина У меня заболел сын Очень тяжело Пятый раз Воспалением легких И врач сказал Если сейчас Вы его не вывезете Срочно в Ялту Ну на море Ему нужно А, ты уехал сам? Да Я пришел к Марку Сламоновичу И сказал Марк Сламонович У меня вот такая ситуация Семейная Ну в общем Сын заболел И я бы Хотел попросить вас Чтобы город был Ялта Он говорит Ну видишь У меня тебя в программу Ну говорит Правда лучше Что делать? Это уже было Лето Это был Июнь месяц И оставалось работать Ну месяц И он тут же позвонил В главку На следующий день Пришла разнарядка Ялта Мы приехали Вот это Телевариаты В Чехословакии И Посмотрели Вот Сцена Причем сцена неудобная Здесь сидит оркестр И высотопление Да И свет И все И Длонжи уже Я говорю Ну нам надо порепетировать Она говорит Какая репетиция? Мы прямо Сегодня Вот сейчас Через два часа Мы съемка Сможете? Я ему говорю Коля Ну как? Он говорит Конечно Хоть бы Почувствовать Что это такое Я говорю Мы пойдем Сразу С листа Он говорит Ну хорошо И мы Сразу Сразу Отработали Вот в таких условиях Ну Условия Непригодные Можно сказать Для работы Без репетиций Безо всего Вот Насколько он был Он смел Вот этот перелет Пускай кто-нибудь Сделает в мире Без репетиций 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие третьи люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раз мы работали с Юрием Владимировичем... У Юрия Владимировича в программе это в 1972 году. Ах ты и сразу! Да, да. Вот когда в Янту я поехал, Юрий Владимирович не курил. А вот получилось так. Да, я руководитель. Получилось так. Мы с Юрием Владимировичем начали работать в программе. И, конечно, Юрий Владимирович это человек уникальный. Программа небольшая, потому что на Юрия Владимировича шли. Киев 10 месяцев мы работаем. И сказал, хорошие ребята. Да, мальчик. Он меня называл мальчик. Мне кажется, это было у него высшая похвала. Он был настолько добр. Просто сам по себе. Он какой-то был... Вот мне показалось, мне, может быть, это мое вероятное мнение, что я таких добрых людей, вот как Икулин, открытых. Я никогда... Он был в жизни, в простой жизни. Он в жизни абсолютно... Еще тогда он не был суперзвезд... Нет, все, вторые уже были. Он был звезда. Почему? Потому что, когда он заканчивал с представлением, он уходил и говорил, а какой сегодняшний день-то? А он говорит, Юрий Владимирович, четверг. Ой, я же по четвергам песню про зайцев пою. И на финал он исполнял эту песню. И зал аж вставал. Юрий Владимирович был звезда. У меня, значит, мой партнер, вот, Коля Паникаров, подошел ко мне. А у него так, у него такая ситуация. Значит, он пришел из армии, когда я, значит, ему говорю, он жил несколько дней у меня. Почему? Потому что он пришел домой, под отъездом нашего. Он пошел, приехал домой. Он говорит, а у него дверь не была, замка не было. Просто открывается дверь и заходишь... У Коля Паникарина? Нет. У Коля Паникарина. Я рассказываю это все Юрий Владимировичу Коля. Открывается дверь, он заходит, собирает какие-то вещи свои. Я говорю, а кто на кухне сидит? Все какие-то мужики там пьют. Он говорит, два брата из тюрьмы вышли. Там пьют, там человек шесть, семьях там. И он говорит, ну как я здесь буду? Я вот все собираю вещи. А какие там вещи, сумочка такая маленькая? Ну, Паша. Мы ему потом собрали, скинули, скупили. Костюм, рубашку, брюки, ботинки. Все ему купили. Как получилось? Я ему рассказал вот эту историю. Говорю, Юрий Владимирович, он говорит, ну, ну хорошо, хорошо. Зайди ко мне дня через два, через три. Я как-то немножко забыл про это. Вдруг кто-то мне говорит, не помню, говорит, зайди к Юрию Владимировичу, там Юрий Владимирович хотел, чтобы вы зашли. А он был уже директором. Зашел. Он говорит, ну вот ты мне говорил по поводу этого партнера. Нашел я ему квартиру. Ну, я прошу, Слав, поговори с ним, чтобы там никаких пьянок, никаких... Это дом академиков. Чербаковской, метро Чербаковской. Он говорит, мы его туда поселим. Двухкомнатную квартиру. Юрий Владимирович заплатил за него небольшие деньги, как кооператив. Но очень какие-то небольшие деньги. Почему? Потому что к Юрию Владимировичу отношение было. Ну, я не знаю. Я понимаю, скидки были. Да, как Богу. Коля потом его выплачивал, по-моему, двухкомнатную, огромную квартиру. Я жил в Хрущевке, а он жил в такой квартире. Это Юрий Владимирович. И Борю Шабаеву сделал трехкомнатную квартиру. Боря Шабаев мне звонил в Германию. Звонил на этой... Да, да, да. Он тоже попросил меня. Я пошел к Юрию Владимировичу, тоже поговорил с Юрием Владимировичем. И Юрию Владимировичу сделал трехкомнатную квартиру. Он помог всем. У меня такое ощущение, что весь Росгосцирк, в общем-то, обращался к нему за помощью. Это совершенно случайно. Ну-ка, все. Я не очень собирался делать доски, но был такой Володя Кодах, он работал в «Кролики и зайцы». И что-то... А он западный украинец. Вива Кодах. Подошел ко мне и говорит. Слушай, я вот нашел картину. Вот картина лежала. По-моему, в Азовске. Где-то нашел. Он вообще занимался этим. Чумаки на привале. Хочешь посмотреть? Я говорю, ну, взял, посмотрел. Я говорю, ну, он говорит, вот, красиво. Ты же видишь, как красиво. Я говорю, да вот, если, конечно, если номер сделаете, там, доски или что-то, он говорит. Ну, а чего? А почему ты не хочешь сделать? Чумаки-то украинцы, которые, знаете, что, они возили соль, собирали ту соль в бочки, потом возили на рынок, и там то ли продавали, то ли меняли на что-то. Но, скорее всего, продавали и на эти деньги покупали что-то. Где купить таких вот валов? Мне спрашивают, где северо-украинцы. Я работаю в Днепропетровске, стал еще. Я, когда работал в Днепропетровске, вот, когда мне показал, Володя Кодек, показал мне эту картину, я думал, где ее взять? Вот такие. И мне сказали, что есть такой по Днепропетровскому единственный, единственный совхоз, в котором они еще есть. Я приехал, там встретился с, был такой зоотехник, фамилия Башмак. Я забыл, то есть я забыл его? Да, на всю жизнь, я не забыл его. И я, значит, мне говорит, поговорите с ним. Я говорю, ну, вы знаете, я хочу сделать уникальный номер, потрясающий, то есть с украинскими быками, с настоящими. Он говорит, правда? Я говорю, правда, я же из цирка приехал. Я говорю, ну, вы знаете, у нас сейчас нет денег, мы не можем купить, но вы можете нам подобрать двух быков? Вот этих волок, настоящих, украинских. Ну, если вы сделаете такой номер. Значит так, я вам их привожу послезавтра, сами загружаем и оставляю у вас. Деньги переведете, я вам верю. И он привез, и поставил, когда Никитин был, он разрешил, пусть стоят, и эти быки стояли вот в этом. Я поехал, а глав прислал очень интересную. Я только начал набирать ребят, уже набрал, говорю, ребят, вот такая будет история. И вот будет вот это, вот это. И они все загорелись, только этот номер, действительно, по моим рассказам уже был уникальный. И они говорят, да, да, все, мы сейчас будем репетировать, мы сейчас сделаем доски, все. Вдруг приходит телеграмма, взрослый с циркой. Всех артистов, ранее, ранее зачисленных номеров, только в случае несколько, ну, такой, чумаки на привале, или чумацкие забавы, распустить по домам до принятия решения о целесообразности создания данного руха. Ну, и я поехал в Москву, вот, и я приехал к Леонидовичу, вот такая вот ситуация, он говорит, ну, ты, правда, сделаешь, а то была какая-то комиссия, там они собрались, говорят, что это сделать невозможно. Он сказал, говорит, Черневский придумал это. Сделать это нельзя, быки первые не поддаются дрессуре, потому что агрессивный характер, сделать нельзя, потом плюс упрямство вот этих вот быков. Он говорит, ну, я верю, давай, и подписал, значит, оплатили этих быков, разрешили делать номер, и я стал продолжать делать номер. Позвонил, да, позвонил Юрию Владимировичу Никульну, когда я взял быков, сделал доску, сами сделали за свой счет, сделали телегу сами, пошли, заплатили 4 бутылки водки, ребята нам там сварили телегу, в общем, сделали для того, чтобы у нас, был хотя бы реквизит, чтобы начать. Ну, ребята помогали, это само собой. То есть нет такого, что я буду, это не буду, нет, если мы делаем наше дело, значит, это общее дело, это не дело только руководителя. Звоню Юрию Владимировичу, говорю, Юрий Владимирович, вот такая ситуация, значит, вы говорили, как только будет все готово, что я могу приехать на репетиционную Москву, потому что там Виктор Львович Плинер, режиссер, он говорит, слушай, тут звонил Никитин и говорит, ночью, ночью вы там гоняете футбол, а мы репетировали после представления, с 11 ночи до 3 утра, до 3 ночи, часов по 4-5 часов. Но в футбол мы разминались так, почему, потому что, ну, ночью как, быстро размялись и все. Он говорит, Николь мне рассказывает, я ему сказал, даю тебе честное слово, потому что сейчас зима, футбол играть не буду, только в хоккей. А вот, вот сальто, в нем двойной пироид, еще сальто и еще двойной пироид, на ходу ли, и приход на ноги, два с тремя, каждый день. Ну, тоже сумасшедшее. Ну, конечно. Конгресс делал единственный и первый в мире, никто больше это не повторил. Ну, он меня промотал 10. Но придумал этот трюхты? Нет. Я... Предложил этот трюхты? Да, да. Я сказал, Андрей, можем мы сделать? Андрей говорит, ну, давайте попробую, все. А вы сначала объясняли, как это делать? Нет, нет, нет. Мы, 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 почему, он же очень хороший акробат. Ну, интуитивно он стал. В каком сальто, 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 в каком сальто. Сначала мы с маленькой доски, вон, 24-мя. Что такое маленькая доска? Отбивали, чтобы он просто, без ходули, без ничего, просто 24-мя накрутил. Как только он накрутил, потом ходулю и... А вот, самое поразительное, я выходил в матч, выходил, это когда я уже подготовил все, уже все было готово. Вставал в манеже, выводили быков и ставили их, да? Вот поставили быков. Я говорю, Аллей. И они пошли, они идут. Я им говорю, голосом, бегом, они бегом, я стоять, а не встать. Шагом. И они вот, у меня вот так ходили. Не только на бой. Они привыкли стоять. То есть они шагом шагом, а не слово понимали? Конечно, они понимали слово, вот что поразительное. Говорят, что они ничего не соображали. Они понимали, они понимали именно слово. Там нельзя. Вот то, что я делал, это акробатика, связанная с дрессурой. Это уникальный, вот в чем сложность. Сложность в том, чтобы быки, вот пошел трюк двойной на двух ходулях. Они побежали. Это вопрос номер два. Это смерть. Телега же едет. И он отходит. И должен, конечно... Так она шириной полтора метра. И бык... Если чуть вернет, все, капец. Ну, произошло первое. Это чуть-чуть... Я встал весь встал. У меня слезы были. Это моя... 30 лет, я помню. Моя вина в том, что мы были... Был адреналин. Что такое адреналин? Был подъем. Вот когда меня спрашивали, вот у вас бывает вот такой вот... Прям вот подъем... Я говорю, да, он бывает. И очень часто. Это почти всегда, да. Но это для нас, это я говорю, вы знаете, это не для... Это не кураж. Это немножко страшнее. Почему? Потому что все делают более... Сложно. Да, более мощно. Не так, как в репетиции. И получилось, отбили выше. И он чуть выше пошел. И он летит. Он говорит, я вижу, что я лечу. А я уже перелетаю телегу. Я ставлю ноги. Ну, ходули на телегу и прыгаю назад. Он спрыгнул. И остался на ногах. Да, и на ногах. И пошел по залу. Какой трюк он делал, Слава? Двойное сальто на двух ходулях. Два бланжа на одной ходули на телегу. Тоже очень сложный трюк. Но не на ходу. Она останавливалась. И он тут же шел. И еще. Значит, была фирка на телеге. Но мы в Аргентине, когда вы... Энрике все время хотел взять меня в Аргентину. Когда мы работали в Старом Зерке на Цветом Бульваре. Он говорит, только-только. Вот черненецкий Борщникова. Открылся заново. Был такой рев. То есть от одной картинки люди... А там оказалось, что где-то под Буэнос-Айресом или в Буэнос-Айресе. Ну, или в Буэнос-Айресской области. Там проживало, сейчас я скажу сколько, ну тысяч, наверное, 60-70 украинцев. И они пришли на представление, потому что он рекламу повесил тоже. И он прибежал ко мне за кулисы. И он прибежал ко мне, обнял меня и говорит... Вот ты видел, ты видел? Вот почему я тебя так просил. Вот почему. А поехал Сашка Бомбарев, если меня первый раз. Да, это был совсем другой жанр. Вот в чем дело. Это был не жанр, который работал я. Столы, элегантные, красивые ребята, которые делают уникальные трюки. Это была картинка. Это был спектакль. Это спектакль. Выезжали хохлы и разыгрывали спектакль. Да, это был драматический фильм. Багаж находился в Латинской Америке. И он приехал в Донецк. Мы приехали в Днепропетровск и хотели там немножко порепетировать, подготовиться к такому фестивалю. Меня даже не включили на фестиваль. Сначала сказали, что не успеет багаж прийти, вы не сможете работать. Все время интриги были. Всегда. Всегда. На протяжении всего... Первого лета. Всей жизни. Я думаю, что ты должен знать, как поступить в той или иной ситуации. То есть, ты заранее предполагаешь, что может быть. Не надо думать о том, что все враги и все делают тебе гадость. Нет. Просто ситуация может быть вот такой. И ты должен обязательно просчитать. Или просчитать. Обязательно. Ты должен знать, смогут ребята отработать в Донецке на фестивале или не смогут. Только пришел. И мы... Сколько у нас было? Две или три репетиции? И мы пошли. Вот почему получилось, что иногда не все трюки, которые мы делали, они уникальные трюки, фантастические. Никто даже сейчас представить себе не может, что кто-то может повторить. А я бы не никто. Да, с листа начали в Донецке. В чем вот в этом было... И первое место. И бешеный успех. Обязательно. Стремился к тому, чтобы сделать лучший номер. Когда ты лучший, приезжают все импрессарио. И так хотелось нравиться не только нашему зрителю. Хотелось выиграть. Ты умешь. И чтоб все тебя... Вы же артист. Конечно. Артист. И не просто увидели. Это ерунда все. Поразить всех, чтобы они вставали. Я собрал ребят. И спросил, ребят, куда мы поедем? Или в Монте-Карло? Или в Соединенные Штаты? Ну, все сказали в Америку, конечно. Но это правильно. Ну. Тебе надо содержать. Конечно. Все хотели заработать. Для меня тогда Монте-Карло решенный вопрос. То есть золото 100%. Такого сделать невозможно. Да. Вот. И все. Но для ребят... Ну, не поехать. Ну, а все голодные чины. Да. Все понимали, что это... Есть возможность заработать. Когда мы приехали первый раз в Соединенные Штаты, зритель был... Ну, 10 тысяч залов в Детройте. 10 тысяч залов. Мы делаем 10 представлений за неделю. 10. 10 тысяч. Американский представитель. Он был в восторге. Он был просто в восторге. Он сказал, что это великолепный бизнес. Это прекрасный бизнес, который... Значит, цирковой бизнес. Нет. Вилья Васильевич Головко... Вилья Васильевич Головко... Это два слова буквально. Он был очень человек... Знаешь, какой? Какой? Тонкий, точный оценщик. Вот как ювелир. Вот ювелир. Даешь ему... Он берет вещь. И он смотрит. И сколько она... Сразу. Он говорит, сколько можно дать за это, а сколько вот за это. Вот Вилья Васильевич приблизительно был... Вот в чем его гениальность. Он молодец был. Он мог вот собрать. Как у нас вставали в Америке в Радио Сити. Вот программа выехала. Вилья Васильевич Головко. Я хочу, чтобы ты сейчас... Делал, который весь зал вставал. И минуты, я не знаю, минут пять оваций. Это было только балету там. Или я не знаю там, кто еще там. Лайз Минелли. Фрэнк Синатра там. Это фантастика. Да. Это было... Зал вообще, когда заканчивалось представление, все артисты выходили. Ну, это не парад был. Немножко такой, знаете, как вот сейчас в театре делают. Выходят и, значит, стоят. И весь зал стоя. Сколько мы стоять будем, столько они будут стоять. Для меня Америка и мнение, которое было у американцев о нашей программе, это... Ну, с чем можно сравнить? Ну, не знаю, какой-то... Ну, знаете, когда, например, если бы Сталин, Сталин нас похвалил и сказал, что да. Ну, то есть это как орден. Это как... Как саград. Да, что-то было необыкновенное, запредельное. Поэтому все относились к работе идеально. Получали нормальные деньги. Нормальные деньги. Вот у меня было такое ощущение, как будто вот... Награда. Да, какая-то награда. И эта награда вот... Происходит вот таким образом. Нет, первые мы были полгода, ну, чуть больше, чем полгода. А второе мы были три года. Часть трупов, да. Осталось за рубежом. В Америке, да. Они работают? Работали? В цирке не работает никто. А где они... Все рассыпались? Да, рассыпались. То есть как трупы? Нет, нет, они ничего не смогли там сделать. Сколько человек было? Четыре, пять, шесть? Раз, два, три, четыре. Осталось четверо. Мы вернулись ко мне в девяносто первого года. Уже... Девяносто... Уже возить... Советский Союз, конечно. Уже, во-первых, Советский Союз распался. Уже Украина стала... Самостоятельным государством. И никакого смысла уже не имела. Тогда я решил, думаю, сделаю настоящие русские красивые нормы. Я сделал русский норм... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы вернулись кое-чuck way. ИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Во-первых, акробаты потрясающие тем, что смелость. Я поражаюсь. Я иногда на акробатов я поражаюсь. Вот у моей партнеры я поражаюсь. Они просто... Ты не сердишься на Досову, на Ковгоры, что у них свои трупы? Сейчас еще какие-то уходили. У меня нет, к сожалению, какой-то недоброжелательности. Не существует. Я не понимаю, что это такое. Я работаю. Я работаю и делаю свою работу. Наоборот, я помогал всегда. Всегда. Почему? Вот сейчас, например, уезжают от меня в Дюсалей. Да? Уезжают же. Постоянно уезжают. Ты говорил, да, в интервью. Я слышал. Уезжают от Дюсалей. Ничего страшного, это нет. Я считаю, что... Ты им дал бы путевку в жизнь? Обязательно. Он подготовил свою работу. Его берут от Дюсалей. Да ты его дал бы за крючки. Он пускай живет и работает. И пусть он вспоминает любую рюмку за тебя, понимая. Конечно. Конечно. Он должен работать. Пускай он зарабатывает там. Я думаю, что влияние есть обязательно. Почему? Потому что иначе, иначе, я так думаю, что... Они группы сами не знали. Они никогда бы не добились в другом номере того, что они добились, работая у меня в номере. Я не считаю, что я их научил с Эльтамарталью. Они научились. Они приехали ко мне уже акробатами. Я просто им дал возможность, возможность сделать вот эти уникальные трюки, уникальные трюки, но только в этом номере. Уйдя из этого номера, они делали, возможно, повторяли, но какое-то определенное время, и очень быстро это заканчивалось. Это действительно правда. Почему? Потому что, когда ты делаешь сам, сам. Вот я, например, решил сделать такой-то трюк. Это мое определенное решение, я могу сделать. А когда я отвечаю за этого акробата, я не имею права дать ему возможность броситься. Я должен сделать все возможное, чтобы... Вот у меня сложилось впечатление, что он делает из 100-100. Вот только тогда. Что такое броситься становится? Броситься, это значит, что я не готов еще уверенно сделать этот трюк, но для того, чтобы показать, что я могу там тройного сайта на одной ходу, но он еще не умеет его делать. Он делает этот сайт, он переворачивается, но абсолютной уверенностью, что он точно приходит... Он переворачивается, но уверенность нет. Уверенность нет. Он должен добиться, отшлифовать идеального, идеального исполнения. И плюс, это даже не то, что вот я говорю, просто приход. Нет, начиная от хода, начиная от группировки, начиная от того, как вращается вместе с ходулей. Вот это все обязательно надо оттачивать. Все абсолютно, чтобы это было из 100-100. На подготовку такого трюка, у многих по-разному, полгода, год. Бывает, что и год, потому что трюк очень сложный, конечно. Ну вот, были индивидуумы, там, Комберт, там, ну, это, Дима Досов. Они как-то быстрее сделали это все. А что Дима Досов придумал? Тройной сайта на одной ходу. Вот, он, 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 он молодец, он хорошо чувствовал ходу. Скажи, а вот этот метод твой, у кого-нибудь был ли закрабатывал для тебя? Нет. Все процентов, процентов, процентов 90. Простали. Хотелось показать в номере уникальный трюк. Хотелось показать. Вот у меня... Даже он не готов уже быть. Да, да. Потом, если удачно, удачно, то, слава богу, потом этот трюк выбрасывался с работы, он не делался каждый день, не делался один или два раза за всю жизнь. А если неудачно, то как кореец. Вот как в новом цирке произошло, он это, это не, это, он не имел права делать. Разумно это, когда человек идет на трюк, который запрограммирован. Ну, то есть, я делаю 4 сайта, или там, 3 сайта, или 2 сайта, или 5 сайта. И вдруг в воздухе он потерялся. То есть, на секунду, на секунду какую-то, он не понял, сколько он сделал. Или не попал в отбой, или его подбило. И он раздомывает в воздухе и не продолжает делать свой элемент. Приходят сами, но есть одна сложность. Иногда приходят не такие, которых бы ты хотел взять. Потому что сейчас у меня есть в труппе действительно потрясающие акробаты. Просто, фантастические. Я могу по фамилиям их перейти. Ну, это обязательно. Да расскажешь. Мы сейчас по фамилиям тоже зададим. Вот. Потрясающие акробаты, которые действительно... Хорошо, но зови по фамилиям. Какие вот самые утинают? Ну, сейчас у меня работает Андрей Побединский. Сейчас у меня акробат. Что он делает? Он делает три на одной ходу, или четыре бланжа. То есть, он делает до сих пор... Лугов работает, Тагир. Он делает пять сортимартов, он делает четыре в рассрочку. Трюк, который пока не делал никто в мире. Четыре, не три в рассрочку. Он и три в рассрочку делал, а потом отрептирует четыре. Тоже никак. Четыре в рассрочку объяснили на... Так, двойное сальто раскрывается. Потом еще, нет, еще одно сальто раскрывается. А потом еще одно сальто. Это как надо, какая координация в полете? Ты же раз раскрылся, потом сальто, второй раз, потом сальто и приход. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если не хватает смелости, даже если у тебя самое... Не лезь. Ну, всё равно ты можешь... Что может произойти? Ты можешь... Чуть-чуть испугался, будет или подбой, или ты сорвёшься. То есть не дождёшься точного удара. Вот это. Ты должен быть абсолютно смелым человеком. Уверенность... Смелость придает уверенность. Саша, ты знаешь, что в последнее время, когда фестиваль, мы ездим в частные фестивали, я не выхожу в зал. Хотя меня говорят, сядьте, я за кулисами стою, хожу там за кулисами. За них страшно. Да. Я сейчас что-то... Раньше я к этому относился легко. То есть я понимал, что это сложно адски. Но я сам был внутри номера. Я не был... Сейчас я участвую, но участвую... Сейчас ты создатель, режиссер, учитель, тренер. Да, мозгами. А тогда я физически участвовал. Поэтому мне было немножко легче. Я чувствовал, что вот прошло это время. Круг проехал по стране. Да, все, ну хватит уже. Уже все. Уже надо что-то делать, что-то менять. Сейчас ты говоришь, это какая-то новая-новая тема. Я хочу совершенно другую тему. Я хочу немножко... Потому что там предложения были... Так, вот, можно сказать, хип-хоп там какой-то. Вот это... Нет. Я сказал, нет. Это не будет. Я сейчас нашел очень хорошего парня. Триографа. Да. Отличного. Композитора. Потом режиссера, девушку Лена Назарова. И вот она меня познакомила с этими ребятами. И мы хотим сделать новую работу. Вот. Идея, идея сама, она еще не сформировалась. То есть, есть как, знаете, предположение. Вот есть предположение, давайте попробуем вот это. Если вдруг это получится, и будет это интересно. Ну, пока еще. Окончательного решения, какое это будет, его нет. Потому что, когда приедет вот этот парень-хореограф, он сказал, что я хочу... Я посмотрел, какие... Как ребята проигрывают, то и делал, у меня есть свое решение уже. Идея. Да, идея есть. Ну, он напишет, он напишет то, что... Что ему закажут. В стиле. Да, что ему закажут, в этом стиле. Другого сейчас выхода. Другого сейчас выхода привлечь внимание к группам номера для того, чтобы артист... Посмотри, вот раньше как? Подходишь к мальчику. В училище или же в цирке. Говорю, с кем ты хочешь быть? Он говорил, гимнастом, акробатом. Потому что это было, ну, сейчас только дрессировщиком. Почему? Это следующий вопрос, Мам. Почему? Это следующий вопрос. Нет, как сохранить групповую... Только один способ. Только один, это деньги. Другого способа, это значит... Что такое деньги? Я не говорю слово деньги. Я сейчас хочу сказать... Достойные обороны. Отношения, отношения. Отношения должно поменяться. Не говорить, сколько у тебя людей. Ты говоришь, там, пятнадцать. О-о-о-о... Надо говорить только о том, что стоит это или не стоит. Если это не стоит, дальше не стоит. Владимир Владимирович Давейко, фамилия известная? Ну, Владимир Владимирович... Это корифейс. Его достижения. Его достижения... Это же для истории, Слава, ты говоришь для истории. Я считаю, что Владимир Владимирович Давейко сделал имя акробатом. Акробатом. И жанру. Все говорили, правильно, жанру. Я сказал немножко неправильно. Я сказал акробатом. Нет, жанру нашему, Владимир Владимирович. То есть он папа. Да, он сказал, что это жанр, который надо смотреть. Это великий жанр. Это жанр, за который надо вот этим артистам, которые работают... Давай, сейчас... ...поплотить хорошие деньги. Вот он как бы сделал это. Беляков, Велик Николаевич, который сумел соединить и качели, и медведя, и подкидные доски. Ну, это тоже, это шедевр. Это тоже шедевр. И еще. Мы работали, Зан тоже вставал. Ну, Замуткин сделал, он же работал у Владимира Владимировича Давейко. Вот, закончил у него и решил сделать свой номер. Он сделал хороший был номер. Одну ходулю. Да, он первый, первый в мире сделал сальто на одной ходу. Вот. О, Юра Канагин, конечно. Это Коля Голубушкин, гений. До сих пор... А что дал Канагин для акробатики? Я считаю, что он показал несколько трюков. Хотя там... Хотя... Шедевров не было. Юра Канагин, нет. Он, вот он первый, первый, который решил, что должно быть в акробатике, в номерах акробатов содержание. Не просто трюковая часть должна быть бессмысленной. То есть, она всегда смысленно. Но, для, например, зрителя, ну, делает пять сальто-марталек. Кто-то скажет. Ну и что? Нет. Он делает пять... Он герой. Он... Он... Ну, как это объяснить? Когда зритель смотрит, он понимает, что это герой. А это все понимают. Я зритель. А вот... Я восхищаюсь. А Канагин хотел еще добавить какое-то содержание. Может быть, какую-то тему. Может быть, какое-то развитие. То, что сейчас говорят театрализация. Или театрализованный номер. Вот он этого... Он первый начал об этом говорить. Но он не успел это сделать только по одной причине. Потому что он очень рано умер. Но те трюки, которые они сделали, не повторил никуда. Я считаю, вот с моей точки зрения, то, что сделал Саша Захаров, это выдающееся достижение в церковой акробатике. Выдающееся достижение. Но! Но! Ведь этот трюк показательный. То есть, я вот сделал, а если бы не сделал. То есть, я не считаю, что этот трюк был такой. То есть, он был готов? Я думаю, что он был готов только показаться один раз. Хотя, Саша мог его сделать. Кстати! Но для этого, для этого нужно было его репетировать каждый день. Отшлифовать. Чемпион мира не умеет грамотно делать сальто-мортален. Мне трудно сказать, трудно, я объясню почему. Потому что я не знаю, с чего они начинали. Этого материала, да? Не знаю, с чего начинали. Вот, когда учат писать там, да? Да. Палочки мы писали. Палочки, потом Мэтт. Я не знаю, делали ли они палочки. Учили ли они сальто делать. А вот это вопрос тебе главный. Сразу начинали умчить более сложные трюки, которые потом перерастали еще в более сложные трюки. Превращались. Он не то, что не умеет делать сальто. Он привык делать. Нет, он не сказал не умеет. Он неправильно выигрывает. Он делает тройной, он делает сальто-мортален. Он делает одно сальто. А палочку без сальто? Для него это сложно, да. Да, именно. Это вполне может быть. Удивительно. Но, тем не менее, самое, что вот, которые в цирковом училище оканчивали, да? Окончил в цирковом училище. Сейчас представить даже себе невозможно. А тогда полфляга в одну руку, это же из циркового училища. Это же не откуда ты из спорта пришел парень, это же Коля Голубушкин. Гениальный. Да, он тренировался на Сюбе. Это стадион юных пионеров, где Динамо там. Он, да, там был, начинал, но все эти трюки-то с доски он делал в цирковом училище. Федосеев. Федосеев. Это был акробат, я не могу сказать, я его в училище пришел, он в цирковом училище был в детской группе. Я пришел в цирковое училище, я расскажу, и снял пиджак или там что-то, остался в рубашке и взял славу в плечи, кинул его двойное сальто из плеч в плечи сразу, потом снял он лонжо, и мы сделали без лонжо двойное сальто из плеч в плечи. Он был настолько талантливейший, верхний, это был верхний, ну, божественный. Слава Федосеев делал так, он делал винт-винт в колонну по тем временам, два арабских в колонну, он делал два бланжа в колонну. Балканский. Вот, они делали уникальные трюки на феерку, там, это действительно очень-очень сложные трюки. Ну, там брали вот такую девочку, вот такую. Когда она падала, почему я сказал, вот, пассировщики, и она падала сверху, ее ловили вот как куколку, раз и все. А если упадет парень, который, как Славка Федос, когда уже стал повзрослеть, три с винтом, и пролетает колонну, и летит, его надо спассировать, он пробивает так, что... Так, есть разница, или же делает три на ходуле и перекручивает. Ну, попробуй, поймайте. У меня же была ситуация, когда шел парень там, и ударил ходулей, ударил пассировщику. Ну, не сильно, хорошо, только вот так вскользь. Пассировщик очень большой, но все зависит от того, кого ты ловишь. Когда я ездил, смотрел, в последний раз, в Австралию летал, они меня пригласили посмотреть кузов, да, там акробаты, они спросили, а сколько вы считаете необходимых? У нас вот, видите, текучка какая, болеет, там вот, а их заменять не успеваем, все. Сколько вы считаете, с вашей точки зрения, должно быть акробатов в труппе? Для того, чтобы она работала полноценно всегда, я говорю, 18, 18 человек. Я написал, они, напишите отчет, все, я написал этот отчет, они же любят это. Я написал, что 18 человек, если вы хотите, чтобы этот трупп работал всегда, почему-то она должна быть в семье, в семье заменялись. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Коля действительно очень хороший дрессировщин Ну супер, конечно Коля действительно, это это... Тоже самородок, самородок, да Никакой династии Нет, это самородок, это действительно Коля талантливейший дрессировщин Только самородок Развей мысль, Слава А я объяснил, потому что у него умышление не повторить. За ним никого нет. Абсолютно. Он сам бьется. Абсолютно. Он должен повидеть, он должен повидеть и добиться. Доказать всем, что вот это самое, как Ингибаров. И создать свою фамилию. Он сделал мим. Без ничего. Потому что он индивидуальный. Если бы он был династийный, возможно, он совершенно этого не сделал бы. Возможно. Я не знаю. Но я думаю, что нет. У нас династийных голов воспринимают толку. Нет, конечно. И это невозможно передать. Невозможно. Это может быть только самородок. И вот если у нас будут появляться чем больше самородков. Но у нас же что происходит сейчас? У нас берут старые репризы. И эти старые репризы делают. Причем делают в том же практически виде, в котором работали до них. Они не делают, берут только, знаете, что? Например, идеи. А вокруг этой идеи делается потрясающая и пластика. И какой-то юмор. Нет. Точно схема повторяет все, что... Ну, это же безобразие. Ну, какие-то клоуны. Вот если, например, дрессировщик сделал номер, дрессирует, да? И он все время работает. Но он не может поменять. Потому что надо поменять тогда животных и сделать... Но придумать, может быть, может быть. Но сейчас этого не происходит. Придумать манеру новую. Новый костюм. Новое музыкальное оформление. Это необходимо. Сейчас делают, да, фонтаны там все это делают. Но суть самого содержания... Ну, конечно, они внешне внешне меняют. Ну, не только внешне. А суть... А у нас же был по-настоящему артист. Володька Шевченко. Который с альвицами... А, Володя Шевченко? Да. Он же там игрался... Он пытался... Я любил его. Играть роль какую-то. Я не знаю, может быть... Такого брутального... Да, да, да. Он придумал себе какую-то роль. И он пытался вот ее играть. Мало кто... Ну, может быть, может быть. В силу того, что, например, как у Вальтера Михайловича Запашного. У него были разные животные. Ему трудно было играть роль, например, Дон Кихота. Конечно, сложно. Но он, тем не менее, там иногда в конце разыгрывал. Там, Тайфун, пожалуйста, домой. То есть, домой. Он не идет. Говорит, видите, не идет. Говорит, можно еще... То есть, актерское начало было? Да. Чуть-чуть. Он всегда немножечко вот на улыбке там делал. Ну, говорил там, Тайфун, пожалуйста, домой. И он вставал и убегал. Тоже какие-то фрагментики искали. Я думаю, что он должен разбираться сам во всем. Абсолютно. Не должно быть самого главного. Не должно быть влияние извне. Что такое извне? Есть союз госцирк. Я должен сам разбираться в этом и решать эти свои проблемы. А когда бегут, это и говорят, а как сделать? А как быть? А как? Нет. Только самостоятельные. Дело в том, что когда приходит новый руководитель, он должен сначала сам научиться разбираться. Обращается всегда к каким-то артистам и говорит, вы мне расскажите, что хорошо, что плохо. И все зависит от того, к кому они обращаются. Если они к объективному обращаются, к профессионалу, он дает точную профессиональную оценку. А когда я обращаюсь к человеку, который сам-то неизвестно кто, а он еще и заинтересован в этом, так он наговорит мне то, что сказал Гришко Самозванец, да? Вот то, о чем мы говорили сначала, до того, обязательно поднять статус артистов цирка. Как? А как? А как? Вот первое, это зарплата, ну это первое, чтобы появилось уважение к самим себе. А чего сегодня престижные сестра платят? Да, платят. А чем они деньги, и когда они выступают по телевизору и называют уже сейчас в открытую, стали называть 6 миллионов зарабатывает, этот 12, этот 10 миллионов. Артист цирка получает нищенскую зарплату. А первое, нищий, нищий артист цирка не может быть престижной, конечно. И второе, второе, все время приоритет должен оставаться за номерами, как в Дюссалеи. Вот в Дюссалеи. Почему в Дюссалеи? Я вот приветствую, когда уезжают в Дюссалеи. Почему? Потому что они там получают нормальную зарплату. Они там покупают себе квартиры, машины, дачи какие-то. Я нисколько не жалею о том, что они уезжают. Многие говорят, закрыть не дать. Могут платить, оказывается. А мы не можем. Почему мы не можем? А я объясню причину. Потому что мы не хотим платить артистам. Мы не хотим. Потому что первая задача, сколько я сам заработаю, а не для того, чтобы сделать опять цирк великий. Уникальным номерам обязательно должна быть государственная дактация. Почему мы животные? Абсолютно верно. А здесь мы не можем. Я не говорю, что их не надо кормить. Я говорю о том, что она должна быть равноценной условия за период работы, который он работает в русском цирке, за 15-20 лет, обеспечить свою семью и себя. Да. Купить тот минимум, о котором мы всегда говорим, что такое обеспеченность. Это квартира, машина, какая-то дача. Какие-то деньги на деньги. Какие-то деньги оставили, отложил. Это обеспеченность. То есть он застрахован. Получается, в данный момент не то, что собрать на дачу машину, только бы прокормить. Что же это за профессия? За профессию, которой человек рискует жизнью, а получает на то, чтобы купить в Макдональдсе бутерброд. Или еще подумать, брать или не брать, потому что если он возьмет бутерброд, то может быть и дать зарплату. Талантливым, лучшим артистам. Только Росгосцирка. Только знаковым. Оценка должна быть только профессионалам. Должны сидеть, как вот смотрим конкурс в балете, да? И сидят профессионалы, все танцоры. Не директор цирка, ни в коем случае. Нет. А сидят профессионалы и дают оценку, да, это номер лучший, а это нет. А этот может, бывает. Ну, значит, таких не надо приглашать. А мы знаем, кто может быть необъективным. Мы знаем, кто может быть честным, а кто может быть нечестным. То есть помощь государству, прежде всего, в финансировании зарплаты, в финансировании лучших номеров. Лучших номеров, правильно. Только это спасет. Например, сказали, вот номер Чернуневского. Я не говорю, я просто беру себя сейчас. И сказали, даем им гранты. Конечно, все эти номера, вот только те, которые заслуживают этого, они выживут. И они будут сильнее, они будут лучше, появятся желающие, которые будут работать в этом жанре, и все. Если государство обратит внимание на то, что сейчас цирк хереет только по одной причине, только по Как Павленко, Чернеевский должны получать гранты. Правильно. Тогда это будет... Ты знаешь, что симфонические оркестры, никто никогда не ходит на них. Я знаю. А они получают гранты. А они получают очень хорошие деньги. Провокационный вопрос. Ты сказал, что для того, чтобы сохранить групповые номера, в частности, твой, необходимо нормально платить. Сколько сегодня в наше время должны получать акробаты твоего номера? 17 человек. Мы про тебя не говорим. Зарплата разная. Она от степени риска. Я думаю, 10 тысяч за представление. Да, за представление. Считаю, что это просто необходимо. Первое. Это не потому, что он будет, знаете как, бояться что-то сделать. Потому что вот я застрахован, а вдруг я упаду. Произойдет другое. У него появится уверенность в том, что никогда, никогда он не останется голодным и никогда не произойдет. Даже если он не будет парализован, например, болит суставы. Много же у нас сейчас акробатов, которые болеют. Была ситуация, когда мой партнер, который работал когда-то у меня, он стал руководителем номера. Это Андрей Привалов. Они поехали в Китай. Вот это страхование, я думаю, что оно поможет, ну, во всяком случае, я думаю, после того, после уйдя, когда на пенсию, оно поможет им выживать. Мы очень много говорим о дрессуре. Мы столько говорим о дрессуре, что уже случилось невозможно. Да, что такое слово, он весь искусанный, весь избитый, весь инвалид. Никогда я не слышу. Вот Крисков сделал какую-то передачу, да. Но эта передача, это капля, капля. В океане. Конечно. Она утонет в океане и забудут целенаправленная вот эта вот программа показывать бесконечно. Для тех, кто рискует. Да, рискует жизнью. Каждый день показывать трюк и говорить о том, что это уникальные трюки и люди рискуют жизнью. Вот тогда мы вернемся. Хотя, может быть, это и будет путь к тому, чтобы обратили внимание на цирковых артистов. Но опять же, драгоценное можно сохранить только одним путем. Только одним. Это чтобы было начало. Если есть начало, то его можно сохранить. Если его нет. Вот сейчас, почему мы нечего? Нам сохранять нечего уже. Нам сохранять-то нечего, потому что у нас нет, знаете, что? У нас же нет притока. Никакого. Если раньше выпускались, вот мы сейчас говорим, Канагин, да? Да, без концерта. Выпускались каждый год. До особи. Да, да. Выпускались подкидные доски, воздушные полеты. Мандыч, какие полеты делали? Правильно? Каждый год выпускались уникальные номера. У нас нет этого. Сейчас как сохранить? Только один способ. Создавать что-то необыкновенное, что-то лучшее. Но это можно сделать. Ни в коем случае не перерабатывая. Например, как сейчас, наверное, берут номер готовый. В студию. Ну вот скажи. В студии. Потом выпускается номер, я смотрю этот номер. Там не точно, там ни одного трюка нового нет. Там ни одного, вообще нет ничего нового. Единственное, что они хотят, они хотят только одного. Вот с этими простенькими трючками сделать. И победить. Правильно. Они что хотят? Быстрее сделать за счет Росгосцирка. Костюмы, музыку, хореографию. И уехать. И уехать, поехать по каким-то, пускай. Но больше другой цели нет. Не создать что-то необыкновенное. То, что будет поражать и удивлять. Конечно. Есть такое слово амбиции. Да, вот амбиции нет. Это амбиции много. Мозгов нет. Вот в чем беда. Мозгов-то нет. Амбиции могут быть любые у каждого человека. Да, да, да. У его личной амбиции. Да, я, да, самый лучший, если он может сказать, имеет на это право. Сейчас же дали право. Право-то есть. А вот мозгов-то не хватает. Есть только один шанс, один всего, один вариант. Это сделать две программы. Две. Может быть, даже одну программу без животных абсолютно. Должен быть режиссер потрясающий. Он должен ее так сделать. Обертка должна быть еще ярче. Она будет такой, чтобы... Говорит, дай мне вот это. А когда еще развернул и попробовал, он говорит, ну... У нас не хватает, вот есть у нас талантливых, их немного совсем. Я могу назвать фамилии, например, я с ними не работал. Но на слух просто слышал, что говорят, там Шевцов хороший. Хороший. Хороший, очень хорошее о нем мнение. Ганеев, там... И Валя когда-то был Гневшев, талантливейший. Очень-очень. Должен быть режиссура. Почему? Потому что засилие животных, оно приведет, обязательно приведет. Конкуренции. Какой конкуренции? Не конкуренции хорошей, а конкуренции подавления одними другими. Начнется как? Начнется скандал из клоки. Оля Павленко шел по крытору и говорит, говорит, дают мне разнарядку, а передо мной тигры. А как сделать, чтобы их не было? А вот если даже останутся животные, а сделают две программы, в которых соберут самые лучшие номера, заберут из конвейера, я хочу видеть, каким образом будут формировать программы с животными. Как они будут их делать? Животное на животное? Появились люди, ну, в цирке, которые говорят, так, я возьму вот этих животных, вот этих, вот это, делаю программку и дам хорошую и мощную рекламу на жирафа, на бегемота. А артисты, это, конечно, всегда проблематично, это зарплата, это, ну, больше сложностей. Вы приезжаете за рубеж, там не делят. Никогда в мире не заканчивала клетка представления. Никогда, потому что приоритет остается всегда за артистами, а не дрессировщиками. Но не в этом, я не умоляю достоинства там дрессировать. Это их дело, они дрессируют, пускай они занимаются этим. Это их дело. Для того, чтобы понять, может ли цирк существовать без артистов, это самое простое. Забирают самых лучших артистов, собирают две программы, две программы. Пускай в каждой программе будет 12, может быть, 14 номеров, просто чуть поджать. Но сделать такую, такие две программы. Плюс они одеваются, обуваются там, ну, я не знаю, и обвлекаются в какую-то форму, которая действительно сегодняшнего дня, я не говорю о том, что убрать номера с животными, я не говорю этого. Я не пускаю. Все работают, кто хочет, работают с животными, кто хочет, работают. Но я хочу, чтобы альтернатива была. Давайте сделаем уникальным. Тот же, пускай, я не знаю, Шевцов, Ганеев, это талантливые у нас считаются режиссеры, вот они пускай сделают. Не захотят они пригласить режиссеров Дюссалея, чтобы они сделали действительно уникальную программу. Но программу, такой спектакль из самых лучших номеров. А потом мы посмотрим, смогут ли эти программы с животными работать без хороших артистов. Очень просто все. А зачем нужен театр, зачем нужен кимон, зачем? Зачем? Цирк, цирк, это одно из величайших, одно из величайших и настоящих. Знаете, как сказал Протасов, да, он сказал, не надо оригинального, надо настоящих. Цирк, это настоящее. Это под фонограмму сделано. Это, правильно, это настоящее. Если убрать вот это настоящее, что-то изменится. Цирк исчез в Болгарии. Исчез. Исчез, нет. Он скажет, живут люди, живут. Да, но там работают болгарские, они берут номера. Я знаю, что они. Ну, неважно. Больша исчез, Больша исчез, Больша исчез, Румыни исчез, Венгрия исчез. Свои цирки исчез. И говорят, вот они могут привести пример. Видите, там и ничего. Как комната смешивала ради чего? Живут, живут, живут. И ничего страшного не происходит. Да, но цирк... Саша, ты сказал абсолютно правильно. Они не гордились ним. Он у них просто был, присутствовал на территории этой страны. А если это достояние? А это достояние государства, правильно. Вот в этом разница. Сейчас очень много рассказывают о театре. Я слушал как-то недавно Гафта, мне понравилось, когда он ему говорит, ну, расскажите о себе, о вашей биографии, о вашей жизни, все. Он минут, наверное, 40, а может быть и больше, рассказывал о театре, о современнике, о том, кто работал, какие артисты, какие великие. Он хвалил само искусство театра. Вот этого у нас вообще нет. Это отсутствует. Никогда не говорят о том, что цирковое искусство это великое искусство, это сложное искусство, это тяжелое искусство, это рискованное искусство. Его надо любить, оберегать и носить на руках. Вот это искусство. Если мы потеряем вот это прекрасное, это прекрасное, то что нам останется? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ